МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Об этике и противодействии коррупции глава Чувашии подписал два указа. На встречу Великой Победе Чувашия готовится к 9 мая. Временное безрыбье в Чувашии на период нереста запрещена рыбалка. Меньше двух недель остается до празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Официальные праздничные мероприятия уже в самом разгаре. Стартовала акция «Георгиевская ленточка». Конкурс школьных сочинений «Наследники Победы». Продолжается реконструкция памятников и памятных сооружений. На это выделено почти 12 миллионов рублей. Что еще было в центре внимания на еженедельном совещании у главы Чувашии, смотрите в нашем репортаже. На совещании глава сообщил, что подписал два указа. Первый – о кодексе этики и служебного поведения лиц, замещающей государственные должности, назначение на которое осуществляется главой Чувашии. Целью кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения лиц, замещающих государственные должности для достойного, добросовестного и эффективное исполнение ими своей профессиональной служебной деятельности, а также содействие в укреплении доверия общества к государственным органам и обеспечение единых норм поведения лиц, замещающих государственные должности. Лицо, замещающее государственные должности, должно принимать все необходимые меры для соблюдения положения кодекса, а каждый гражданин праве ожидать от указанного лица поведения в отношениях с ним в соответствии с положением данного документа. Также подписан указ о некоторых вопросах противодействия коррупции. Основной же темой совещания стала подготовка к праздничным мероприятиям. Всего ко Дню Победы приурочено около 140 мероприятий, в которых примут участие жители всей республики. 8 мая утром в 10 часов состоится всероссийская акция «Вахта памяти». Вечером в городе Чебоксары состоится митинг-реквием всем миром, всем народом, всей землей. И запланировано проведение практически во всех клубных учреждениях республики праздничных концертов о имя Великой Победы. В этом году Чувашия присоединится к акции «Зеленая волна», которую проводит парламентская ассамблея стран СНГ. Будут посажены 200 саженцев и сеянцев деревьев лесных пород. Министр здравоохранения и социальной политики Алла Самойлова рассказала, что завершается вручение ветеранам памятных медалей ко Дню Победы и медалей, не покоренные узникам коцлагерей. В праздничные дни не лишней будет организация дежурства врачебных бригад. Предполагается дополнительное усиленное медицинское и социальное обслуживание. Для экстренного реагирования будет дежурить две машины скорой помощи в Парке Победы и две машины скорой помощи на Красной площади. Усиленные бригады, врачебно-сестринские бригады будут находиться и на Красной площади, и в Парке Победы. Кроме того, каждый ветеран будет сопровождаться социальным работником и обеспечен необходимой социальной медицинской помощью. На этой неделе начнутся репетиции торжественного прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона. В это время будут перекрыты центральные улицы столицы Чувашии. 28 апреля во вторник в 14 часов тренировка торжественного прохождения личного состава, 29 апреля в 10 часов тренировка торжественного прохождения техники, 7 мая в 2 часа генеральная репетиция совместно с личным составом и техникой. Обсуждали на совещании программу доступности дошкольного образования. Она в стадии завершения. Из федерального бюджета республике будет выделено дополнительно более 200 миллионов рублей. В министерстве предлагают потратить эти средства на реконструкцию и ремонт существующих садиков. За время реализации проекта обеспечения доступности дошкольного образования нам удалось ввести дополнительно более 19 тысяч мест и тем самым практически решить вопрос охвата детей старше 3 лет. Тем не менее, на начало года, как видите на слайде, очередь накапливается. Вот 50 человек, на сегодняшний день уже более 700 человек. Это дети старше 3 лет. После выпуска из детских садов освобождается около 13 тысяч мест. И, соответственно, эти места уже будем выдавать путевки, что позволит ликвидировать очередь практически старше 2 лет. Вместе с тем, Михаил Васильевич, вы правильно уже сказали, в этом году заканчивается проект. И мы должны создать еще больше 900 мест в этом году. Сейчас в республике строится 5 садиков. В Урнарах, Красных Читаях и Чебоксарах. Глава Чуваши призвал ведомство пристально следить за строительством детских садов, чтобы не сорвать выполнение государственной программы по обеспечению местами в дошкольных учреждениях всех, кто стоит в очереди. Второй указ, который подписал сегодня глава Чуваши, о некоторых вопросах противодействия коррупции. Указ, который подписан сегодня главой Чувашской республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым, является продолжением системной и последовательной работы, направленной на противодействие коррупции. С этого года в республике реализуется подписанный полномочным представителем президента Российской Федерации Михаилом Викторовичем Бабичем план совместных мероприятий по противодействию коррупции. Вопросы противодействия коррупции находятся на постоянном контроле главы Чувашской республики и ежеквартально рассматриваются на координационном совете по противодействию коррупции под его председательством. Еще одна важная тема – посевная кампания. По оценкам Минсельхоза, в этом году общая площадь подпосевы в республике составит 565 тысяч гектаров. Какова степень готовности хозяйств к началу кампании, обсудили на видеоконференции премьер-министр Иван Моторин и руководители муниципалитетов. К весеннему севу Чувашия готова. Начало работ зависит от погоды, отметил министр сельского хозяйства Сергей Павлов. В республике в последний день 4 апреля по данному Аминсельхоза муниципальных районов поклонены 12 тысяч гектаров зимных культур, 5 тысяч гектаров многолетних трав, программированы 4 тысяч гектаров многолетних трав и 394 гектара взяли. Конечно, эти показатели уже ниже тем, чем в прошлом году, потому что в прошлом году мы на сердце вышли уже где-то 20 апреля. О работе по снижению неформальной занятости рассказала министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова. На сегодня выявлено около 3 тысяч нарушений трудового законодательства, когда с работником не оформлять никаких документов. После проверки 424 человека узаконили трудовые отношения. Председатель правительства Чувашия отметил, что этого явно недостаточно. К сожалению, работают и получают зарплату по серым схемам гораздо больше народа. Иван Моторин поручил Минздрав соцразвития на примере одного пилотного района выработать соответствующий алгоритм действий для последующего тиражирования во всех муниципальных образованиях. Легализация трудовых отношений – задача номер один для нас, резюмировал премьер-министр. Также на совещании был рассмотрен вопрос о ходе ремонтных работ в общеобразовательных организациях республики в рамках комплексной компактной застройки сельских поселений и проекта создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Александр Гаврилов, Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика. Депутаты городского собрания Шумерли приняли заявление главы администрации муниципалитета об отставке по собственному желанию. Заявление Любови Дмитриевой было рассмотрено на внеочередном заседании собрания депутатов. Ее полномочия будут прекращены с 15 мая 2015 года. Исполнение обязанностей главы администрации города возложено на первого заместителя по экономическим и финансовым вопросам Елену Туличеву. Депутаты также рассмотрели вопрос о создании комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации. Глава Чувашии взял под контроль реализацию инвестиционных проектов республики. Теперь Михаил Игнатьев будет принимать личное участие в обсуждении проблемных вопросов в этой области. Сегодня состоялось первое совещание, на котором обсудили перспективы расширения производственных площадей компании Чета. Планом предусмотрено возведение двух корпусов для создания электротехнического оборудования по программе импортозамещения. Новое производство должно привлечь порядка 140 миллионов рублей инвестиций. На предприятии появится около 70 новых рабочих мест. Для реализации проекта потребуется дополнительный земельный участок в 2400 квадратных метра. Руководство Чета обратилось к администрации Чебоксар с просьбой предоставить его в аренду еще в январе. Однако решение этого вопроса затянулось. С учетом того, что у вас был, смотрел, на самом деле честно работаете, вопросов нет, благодарю вас за эту работу. Должны, в общем, очень грамотно подойти и решить, разрешить все те вопросы, которые у вас возникли. Вот самое главное. Михаил Игнатьев также отметил, что в республике должны быть обеспечены все условия для реализации инвестпроектов. По результатам совещания вопрос о выделении земельного участка компании Чета будет решен в течение пяти-шести недель. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Делегация Чувашии накануне вернулась из Санкт-Петербурга. В этом году северная столица России принимала у себя научно-практическую конференцию и выставку «Рилейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России» под общим названием «Рилавэкспо». Этот форум зародился три года назад в Чебоксарах. О результатах и достижениях «Рилавэкспо-2015» смотрите в программе «Экономика в деталях». Сегодня в 21 час в эфире Национального телевидения Чувашии. На предприятиях «Газпрома» в Чебоксарах состоялся торжественный вечер, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В честовании ветеранов принял участие и глава республики Михаил Игнатьев. 9 мая – самый дорогой праздник в российском календаре. И неудивительно, что в канун такой важной даты люди вновь и вновь говорят слова благодарности выжившим, вспоминают павших и заклинают будущие поколениям беречь мир. Особенно актуально это сегодня, когда некоторые политические деятели пытаются откреститься от общей победы, очернить истинных героев и возвеличить предателей. Но такие попытки обречены. Слишком многое связывает народы бывшей огромной страны, в том числе и уважение к памяти павших. Глава Чуваши Михаил Игнатьев рассказал, как в Белоруссии, где он недавно побывал с визитом, чтут героев. Наши уроженцы Чувашской республики вписаны в этом музее в списки тех героев, которые погибли во время Великой Отечественной войны, уже защищая на территории Белоруссии. А всего погибших, если мы возьмем по республике, 108 тысяч, более 108 тысяч из 200 призванных, то Белоруссии практически сложили голову около 15 тысяч уроженцев Чувашской республики. Огромное количество людей. Поэтому просьба к вам говорить об этих вещах, говорить правду, говорить своим внукам. Сохранять память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, помогать тем, кто подарил нам жизнь и отстоял ее, когда возникла угроза, для современного поколения сотрудников «Газпрома» – одна из важнейших задач. Не только это мы делаем по отношению к своим работникам, которые они были, мы оказываем благодворительную помощь многим районам, восстановлению памятников и оказыванию помощи отдельным ветеранам. Это для нас обязанность, наше молодое поколение, которое работает в наших коллективах, это мы чувствуем свою обязанность, свой долг перед ветеранами Великой Отечественной войны. Не забывают о предприятиях и о других задачах, в частности, бесперебойном обеспечении жителей Чувашии голубым топливом. Сегодня среди получателей около 500 тысяч домохозяйств, предприятий, организации и для всех «Газпром» остается надежным партнером. Глава республики заметил, что правительство Чувашии рассчитывает на дальнейшее сотрудничество и в таком актуальном сегодня направлении, как перевод автотранспорта на газомоторное топливо. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика. Поисковый отряд педагогического университета примет участие во Всероссийской вахте памяти. В дальнюю дорогу студентов провожали сегодня. Две недели ребятам предстоит работать в Ленинградской области. Готовы ли они к таким испытаниям и какие задачи стоят перед поисковиками, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. В больших рюкзаках и сумках все, что необходимо для экстремального похода. Те, кто заступает на вахту памяти уже не первый год, хорошо знают, поиска будет довольно непростой. Теплые вещи, болотные сапоги, металлоискатели. На раскопках может пригодиться все. Работать поисковому отряду предстоит в лесах на Синявинских высотах. Эти земли немецкие войска заняли в начале 40-х. Отсюда фашисты обстреливали дорогу победы, которая связывала Ленинград и страну. Разгромить захватчиков советским солдатам удалось только спустя три года. Это то небольшое дело, которое мы делаем для наших отцов, дедов, прадедов, которые отдали свою жизнь за великую победу. Эта победа далась нам огромной ценой. Она ковалась на фронтах и в тылу. Эти места хорошо известны бывалым поисковикам. Здесь они работали и в прошлом году, но находки, то вахта памяти оказалась богатой. Ребята обнаружили останки 12 солдат и огромное количество боеприпасов. В Чебоксару удалось привезти и довольно редкий трофей. Мы нашли пистолет Коровина, очень редкий пистолет, он только офицерский. Мы предполагаем, что это был политруководитель. В последний день нам удалось найти миномет, 120-мм полковой миномет. Очень хороший, в хорошем состоянии. Мы его с ребятами вытаскивали из леса, большим трудом. В честь них устраивают по-настоящему пышные проводы. На площади у парадного входа в университет собрались не только друзья. Перед дальней дорогой слова напутствия звучат и от депутатов. Почетные гости говорят, что на ребят-поисковиков сейчас возлагают большие надежды. Действительно нет важнее в жизни сохранения памяти, которая передается из поколения в поколение. И только вот эта память, она делает нас как государство, общество самодостаточное, и которое рассчитывает на дальнейшее развитие и сохраняет независимость. В этом году половина отряда состоит из новичков. Уже бывалые поисковики намерены передать им свой опыт работы. Такие экспедиции в УЗИ не пугают и девушек. На вахте памяти работать им приходится наравне с парнями. Копаем поменьше, а так все наравне, готовим больше. Для любого человека, хоть для девушки, хоть для парня, поучаствовать в такой экспедиции, это очень много значит. Во-первых, у меня прадеды участвовали в войне, и поэтому как-то приблизиться к этому, это всегда почетно. Вахта памяти завершится только 7 мая. Свои трофеи ребята обещают привезти в Чебоксары, чтобы выставить их в музеи ВУЗа. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии остро стоит вопрос нехватки мест реабилитации для больных с расстройствами психики. Сегодня Михаил Игнатьев посетил Республиканскую психиатрическую больницу и Шомиковский психоневрологический интернат. Свыше 250 пациентов Республиканской психиатрической больницы ожидают дальнейшей госпитализации в интернате. Из них 70 человек, не имеющих родственников, вынуждены жить в стенах больницы, что нарушает имеющиеся санитарные нормы. В прошлом году в Шомиковском психоневрологическом интернате были отремонтированы помещения содержания пациентов и хозяйственный корпус интерната. В этом году на улучшение материально-технической базы запланировано выделение свыше миллиона рублей. Однако проблему нехватки реабилитационных мест это не решает. Улучшить ситуацию может организация в Чувашии дополнительного интерната для взрослых и открытие специального отделения для пациентов, утративших социальные связи. На его создание последующее содержание потребуется чуть более 41 миллиона рублей. Александр Гаврилов, Сергей Рябчиков, Республика. Не ловись, рыбка, не большая и не маленькая. С 10 апреля на территории Чувашии на два месяца ввели запрет на вылов всех видов рыбы и ракообразных любыми видами орудия, кроме одной поплавочной удочки. Прошло чуть больше двух недель, а в Республике уже задержали подозреваемых в браконьерстве. Так, двое жителей Урмарского района поставили 30-метровые сети на реке Большой Аниш. Об этом в правоохранительные органы сообщил местный житель. Оперативная группа, которая прибыла на место, задержала мужчин 48 и 59 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозит штраф от 500 до 100 тысяч рублей или даже до двух лет лишения свободы. На 10 дней в столице Чувашии перекроют для проезда автотранспорта Морпосадское шоссе. Ограничения ведут с 1 по 10 мая для всех видов транспорта, за исключением троллейбусов на участке от пересечения с проездом машиностроителей до пересечения с хозяйственным проездом. На такие меры столичная администрация пошла в связи с работами по перекладке подземных коммуникаций. Объезжать указанный участок можно по существующей уличнодорожной сети. Проезд машиностроителей, улица Ленинского комсомола, Эгерский бульвар, проспект Мира. В Кугесях подвели итоги ежегодного республиканского детского конкурса «Мир чудесной вышивки». Одним из организаторов мероприятия стала фабрика Пахатери. Чем удивили конкурсанты членов жюри, узнаем в следующем материале. Конкурс объединил юные таланты со всей Чувашии. Сюда приехали будущие мастера чувашской вышивки, потенциальные художники, писатели и поэты. В конкурсе участвовало почти 100 ребят, но строгое жюри отобрали лишь 29 победителей. Арина Самойлова занимается вышивкой уже несколько лет. В основном вышивает картины и полотенца. Я была очень рада, что даже руководитель радовался. Не знаю, это были неописуемые эмоции. Я очень люблю чувашскую вышивку, она очень красивая, показывает характер человека. И этим я показываю, какой великий чувашский народ. Декоративно-прикладное искусство, вышивка, стихи и сочинения. У ребят было право выбора. Как отмечают организаторы конкурса, с каждым разом выбирать лучшие работы все сложнее. Растет качество работы детей. Они уже с более таким глубоким смыслом. Все они начинают, перед тем, как участвовать в этом конкурсе, однозначно изучать книги наших искусствоведов. Это наша основная цель, чтобы они к ним обращались, чтобы они их изучали. Конкурс проводится уже шестой раз. В этом году он был посвящен мастерам по вышивке – Екатерине Ефремовой и Марии Симаковой. В разное время они работали на фабрике Пахотери и создавали одежду в национальном стиле. Идея в работах победителей мы используем в наших работах. Создание новой продукции в фабрике Пахотери. Их взгляд очень интересен, неоднозначен и многообразен. Вышивка не должна умирать, она должна дальше. Мы ее должны сохранить, чтобы она нас дальше радовала. Представители Пахотери надеются, что подобный конкурс помогает творчески развиваться. Ведь вполне возможно, что кто-то из талантливых участников в будущем превратит свое увлечение в профессию. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. 50 лет назад начал свою работу дворец культуры текстильщиков. Сегодня он носит имя известного чувашского поэта Петра Хузангая. В честь праздника рядом с дворцом в Мемориальном парке Победы организовали юбилейный бульвар. Самыми яркими моментами стали танцевальный флешмоб и большой праздничный концерт. Выходной день многие чебоксарцы провели в парке Победы. Перед дворцом культуры имени Петра Хузангая инструкторы Федерации фитнес-аэробики Чуваши собрали всех на танцевальный флешмоб. Горожане выстраивали фигуры в честь 70-летия Победы и 50-летия дворца. Дворец культуры имени Хузангая – это площадка для сохранения традиций народного творчества. Здесь занимаются от мала до велика. Нина Трифоновна работает в стенах дворца 45 лет. Все это время она посвятила Чувашскому народному театру имени Максима Кошкинского. И падения были, и взлеты были. Мы живем в этом дворце, работаем. Это наш дом. Очень много у нас коллективов, народных коллективов. И здесь работают отличные специалисты. И любой праздник, будь это городской праздник, будь это республиканский праздник, будь это только внутри нашего дома, я так называю, дворец, мы всегда очень активны. И наши работники – это люди, которые работают в этой сфере, в повелении души. На праздничный концерт приехали многие художественные коллективы всех дворцов культуры города. Народная артистка СССР Вера Кузьмина благословила дворец на работу на таком уровне еще 50 лет. Заместитель главы города Ирина Клементьева наградила лучших сотрудников дворца. Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика. Ровно год назад Билайн предоставила жителям Чебоксары и Новочебоксарска возможность пользоваться мобильным интернетом на новых скоростях. 25 апреля 2014 года была запущена сеть 4G. Каких результатов удалось достичь за столь небольшой отрезок времени, смотрите в следующем сюжете. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Скорость интернета сложно представить визуально. Чтобы журналисты могли ощутить на себе все возможности 4G, часть пресс-конференции была проведена вот на таких самолетах. За год интернет-трафик Билайн в Чувашии вырос в два раза, а трафик пользователей 4G в 12. Всегда есть риск и опасение, что когда появляется большое количество клиентов и абонентов, то пользовательские скорости начинают заваливаться, снижаться. Могу честно сказать, мы здесь вот сегодня с вами померили, максимальная пиковая скорость 69 мегабит в секунду, так что мы не лукаем. Сегодня 109 базовых станций Билайн обеспечивают качественное покрытие сетью ЛТЕ Чебоксар и Новочебоксарска. Следующим этапом станет расширение зоны 4G в районы Чувашии. Жители сел и деревень даже больше нуждаются в беспроводном интернете. Однако и сейчас, когда сеть охватывает только Чебоксар и Новочебоксарск, сигнал ЛТЕ можно поймать и в близлежащих населенных пунктах. Есть, в общем-то, вот отличное решение, которое мы опробовали на практике уже многократно. Это установка вот таких внешних антенн. Собственно говоря, антенна длиной менее метра, стоимость ее невысока. Такая антенна дает усиление порядка 20-40 dBm, что, в общем-то, скажем, делает прием, условно говоря, из одного деления на телефоне 5. И на практике получается такая прекрасная скорость. Чувашия – первый регион в Приволжском округе, где появилась сеть Билайн нового поколения. Ее популярность зашкаливает. ЛТЕ-клиент Билайн из Чебоксары-Новочебоксарска в месяц скачивает на 40% больше информации, чем пользователи аналогичных скоростей, например, в Казани. А самым популярным 4G-устройством остаются смартфоны. Им отдают предпочтение 61% пользователей. И это не случайно. В офисах Билайн регулярно действуют выгодные акции. Сейчас 4G-смартфон Билайн ПРО в комплекте с тремя месяцами связи и двумя месяцами услуги Билайн ТВ можно приобрести всего за 6 390 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова